Конец года это не только подарки, елки и каникулы, это еще и подведение итогов. Тюмень в 2013 попала в десятку самых быстро растущих городов. Подвести итоги строительного рынка и узнать, где покупать квартиру в следующем году нам поможет гость программы, директор по развитию агентства недвижимости «Сова» Владимир Меншиков. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Ну и начнем, наверное, с главного вопроса, что охотнее всего покупали тюменцы в ушедшем году и вообще стало ли больше сделать по сравнению с 2012-м? Ну вы знаете, охотнее всего тюменцы покупали квартиры на первичном рынке. То есть новостройки, люди вкладывали деньги, инвестировали, кто-то покупал для себя. Поэтому, насколько мне известно, застройщики гораздо больше выпустили квартиры в этом году, чем в предыдущем, наверное, процентов на 25-30, я думаю. Но возросла ли продажа? Скорее всего, да, но ненамного по сравнению с предыдущим годом, я думаю. Потому что вот сейчас наблюдается именно тот момент, когда на рынке стало очень много квартир, которые продаются именно в новостройках. Вот я думаю, именно поэтому. А почему первичка стала намного популярнее, чем вторичный рынок жилья? Ну, я считаю, что Тюмень такой, он более молодежный город, да, и люди сейчас уже стремятся не просто приобретать какое-то жилье, а они стремятся, чтобы это было красиво, чтобы это было современно, чтобы это радовало глаз. И поэтому вот новые микрорайоны, когда мы смотрим, мама идет с ребенком, это здорово смотрится, это безопасно, потому что это отдельный какой-то микрорайон новый. Люди стремятся к тому, чтобы уже это было не просто жилье, а это было красивое жилье. А если говорить... Полный набор, полный набор всего, что хотелось бы и детской площадке подборки. Годовых, 20 бывает, где-то вот так вот. Ну, думаю, в следующем году будет все маленько по-другому, но это мое личное мнение. Ну вот по поводу будущего года, какие у вас прогнозы на цену, на землю, ну, на цену вообще на жилье, на землю, квадратную? Я думаю, на новостройке она тормознется, потому что уже сейчас многие застройщики начинают давать какие-то скидки о том, о чем тюменцы давно уже успели позабыть, они просто позабыли, раньше они были, сейчас начинаются скидки. Я думаю, что рынок жилья на новостройках будет очень насыщен. Что касается вторичного жилья, ну, здесь примерно так же все и происходит. Если говорить о загородной недвижимости, очень многие сейчас пытаются из тюменцев последний год особенно перебраться именно в недорогое загородное жилье. То есть из квартиры где-то в домик 5, 6, 8 миллионов они пытаются это сделать, потому что это очень популярно сейчас становится. Ну вот смотрите, а для тех, кто собирается покупать квартиру там, либо землю, а вот в будущем году, какие районы можете порекомендовать такой топ-3 самых популярных, на ваш взгляд, и самых лучших районов города, либо пригорода? Хороший вопрос. Ну, я вам могу сказать так, люди очень хотят жить в таком районе, как Дом обороны, а они хотят жить в центре. Ну, наверное, третий район, Заречный тоже очень сильно развился сейчас, микрорайон, поэтому Зарикой тоже очень хорошая инфраструктура, очень хорошо строится. Вообще, ну, сложно сказать, это предпочтение каких-то. Все хотят либо в центре, либо поближе. Но при этом закупаются квартирами в новостройках. Ну да, 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 конечно, конечно, присутствует это. Владимир, ну вот смотрите, многие компании под конец года ведь не только подводят итоги. Но и поздравляют своих сотрудников, и мы знаем, что вам есть с чем поздравить своих коллег. Ну, знаете, да, есть. Я думаю, что наша компания за последние три года очень быстро развивалась. Мы из 30 квадратных метров сейчас имеем полторы тысячи квадратных метров. Вот последнее наше было такое, так сказать, ноу-хау. Мы всей компанией, ну, практически, у нас был практически целый самолет. Мы летали в теплую страну, это буквально было неделю назад. И, значит, это было с детьми, с работников компании, это было потрясающе, я не знаю. Такая очень хорошая мотивация для сотрудников. Да, это благодаря, я думаю, нашему генеральному директору, потому что эти люди заслуженно летели, но они летели за счет компании. Ну и на следующий год я знаю уже страну, в которую мы отправимся, но я озвучивать ее не буду. Пусть это будет сюрприз. Да, потому что это будет сюрприз, у нас будет новогодний корпоратив через две недели, я думаю, что... Там все и раскрывается. Конечно, конечно. С таким новогодним настроением вас хочется уже поздравить с предстоящим Новым годом. Спасибо, и компания наша тоже вас поздравляет. Спасибо огромное, Владимир, до свидания. Спасибо вам, приятно. Напомним, итоги строительного рынка мы подвелись директором по развитию агентства недвижимости «Сова» Владимиром Меньшиковым.